На коллегии речь шла об итогах подготовки энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2012-2013 годов и задачах по подготовке к зиме 2013-2014 годов. С основным докладом на коллегии выступил заместитель главы администрации городского поселения город Амурск Александр Гитих. Рассказав о том, с какими результатами завершился минувший отопительный сезон, Александр Владимирович перешел к тем задачам, которые стоят перед администрацией в нынешнем году. На подготовку к отопительному сезону водопроводных коллекционных сетей города ОУК «Водоканал» планирует выделить 36 миллионов 80 тысяч рублей. В 2012 году на этой цели были выделены 28 миллионов 607 тысяч рублей. За счет этих средств будут проводиться работы по замене уличных водоводов общей протяженностью 2558 погодных метров. В текущем году планируется выполнить ремонт 195 погодных метров канализационных сетей. Хотелось бы услышать от представителей ОУК «Водоканал», почему в планах предприятия не фигурирует замена водовода по проспекту Мира между домами 6 и 10. Прошедшей зимой он доставил много вопросов как водителям, так и дорожным службам. Предлагаю в ходе своего выступления прокомментировать этот вопрос представителям «Водоканал». В производственной программе Амурского ОРС СП КТС «Северная сеть» на подготовку электрических сетей и энергетических объектов к предстоящему добителю в сезону заложено 5 миллионов 515 тысяч рублей. Планируется выполнить ремонт оборудования в трех центральных городских подстанциях и восьми трансформаторных подстанциях. На двух подстанциях будет произведен ремонт зданий. На ремонт дорог и тротуаров водоводов в 2013 году в местном бюджете запланировано 6 миллионов рублей. За счет этих средств планируется ремонт указанных объектов по следующим адресам. Участок улицы центральных, поселки индивидуальные. Подъездная дорога к дому 44 под проспекту Строителей. Подъездная дорога к дому 55 проспекту Комсомольский. Трудары в районе Стэнл, кинотеатра Молдость и пенсионного фонда. Межквартальная дорога от дома номер 8 до дома номер 10 проспект Победы. Заезды к домам номер 4 и 6 проспект Победы. Восстановление вододатодных систем на улице Амурская в районе магазина НИКа и улице Пеневская в районе дома номер 34. Стоимость работ по капитальному ремонту оценивается в 26 миллионов 460 тысяч рублей. На сносе текущего ремонта планируется выполнить ремонт крови на 65 домах, ремонт фасадок на 13 домах, ремонт межпанальных швов на 30 домах, ремонт 91 подъезда, ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения на сумму 10 миллионов 222 тысячи рублей. Таковы основные задачи и планы, которые стоят перед администрацией городского поселения города Мурск. На коллегии также были рассмотрены и проанализированы результаты работы предприятий и организации энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства и сферы жизнеобеспечения населения городского поселения за прошедшие 7 месяцев отопительного сезона. Ну вот пользуюсь случаем еще так вот, ну вот мое отличное мнение, вот 7 лет работы в водоканале, ну мало в полном объеме, кто ее вообще представляет, еще и на сегодняшний день даже. То, что касается подготовки к зиме, в общем-то нашего всего хозяйства водопроводно-канализационного, мы эксплуатируем три теплотрассы централизованного теплоснабжения, мы их готовим, сдаем на паспорт готовности. Пять объектов у нас отапливается электрическим котельным оборудованием, тоже соответствующая подготовка. Ну и естественно тепловые контуры там и прочее, это тоже большая, трудоемкая, дорогостоящая работа. От них кровель мы отремонтировали порядка тысячи квадратных метров. Большая ответственность на нас возлагается, это по подаче речной воды на ТЭЦ, ну и естественно и хоз питьевой тоже на подпитку тех же теплотрассы. И естественно, чтобы в зимний период и жил массив и прочее, наши аварийные работы выполняются в зимний период очень проблематично и с большим затратом времени. Если по 2012 году говорить, я уже докладывал, очень большие объемы были выполнены относительно других лет. Напомню коротенько, появился у нас резервный основной насос на насосной станции первого подъема. Огромная работа была сделана, произведена теплоизоляция наружного водовода ДВУ 700 на протяженностью 1600 метров. В самом же начале года с появлением этого ОДН все это обрушилось. Все наше финансовое обеспечение сейчас под огромнейшим вопросом. Буквально за первый квартал мы потеряли в минус, ушли в 10 процентов. Эта тенденция продолжается в сторону уменьшения. На сегодняшний день уже дебюторская задолженность превышает 80 миллионов. У нас никогда такой не было дебюторской задолженности, близко где-то к 60 было. По благоустройству, да, мы тут и тянули и по 2012 году. Мы ни одного квадратного метра асфальта не восстановили. Только, да, копали, рушили. Были договоренности с комсомольской магистралью, но все эти были работы затянуты в целом по городу Амурску. Ну, в общем, до нас очередь не дошла. Все это перешло на 2013 год. Сейчас вот по 2012 году с проектировщиками поработали. И, в общем-то, имеем мы, так сказать, стоимость проектных работ, она вообще запредельная. 9 миллионов рублей только проектной работы. И нигде они у нас еще вот просто не фиксируются. И в каком-то там вот под сукном и где-то чего-то лежат. То, что было наработано в 2012 году по другим, вот работам, которые требуют серьезного финансирования, они тоже практически заморожены и не выполняются. Краевые деньги, которые губернатор по становлениям своим определил, 84 миллиона. Из них только освоено 10 миллионов 250 тысяч. И по 2013 году пока по нулям. Я так думаю, свои обязательства мы выполним в том объеме, который мы предоставили по своим планам по подготовке к зиме. А вот эти, наработанные в 2012 году, и которые надо бы начинать двигать и искать источники финансирования по 2013 году с выходом на 2014 год, ну, одни мы сами мало чего сделаем. Велись работы по улучшению освещения городских улиц в темное время суток. УАРКОС обслуживает сетью уличного освещения в Амурске с 2007 года. Наверное, все присутствующие помнят, в каком состоянии находилось уличное освещение в городе в то время. Освещались улицы в центре города только. Освещение на улицах было старым, значит, провода были неизолированы. За это время, значит, за наше время, значит, мы на линиях уличного освещения, значит, при активном участии городской администрации, значит, улицы были восстановлены. Поменяли на провод СИП, изолированный провод. Этот провод, он позволяет и хищение, потому что его не принимают. Проводится замена оборудования растутными лампами ДРЛ на более эффективные, долговечные и энергосберегающие натриевые лампы ДНАТ. При содействии администрации в 2011-2012 годах были выполнены линии уличного освещения по проспекту Мира от Кольца до статомологической поликлиники. По улице Лесная от Сбербанка до автовокзала. Освещена площадка у мемориала первостроителем по улице Амурская. Выполнена линия Мира-18, Амурская-14. Освещена улица Школьная в поселке Мылки. Проведена реконструкция части уличного освещения в поселке Индивидуальный. Проведена реконструкция линии по проспекту строителей от поликлиники до Амурского политехнического колледжа с переводом воздушных и подземных линий на провод СИП. Проведена замена питающего кабеля на линии по проспекту строителей от Кольца до Амурской центральной районной больницы. В 2013-м уже на сегодняшний день закончили реконструкцию линии проспекта Октябрьский. Полностью переведена на светильники ДНАД. У нас остается еще много нерешенных вопросов, требующих значительных финансовых положений. До сих пор не решен вопрос о нумерации опор освещения. Что планируем выполнить в этом году? Не проведена полная инвентаризация линии и опор освещения с целью выявления незаконных пользователей. Не проведена реконструкция линии в поселке Индивидуальный. По улице Садовой, Центральная, Братская, Северная, Парковое кольцо. Необходима замена воздухной линии на провод СИП и замена пускорегулирующего оборудования. Практически после каждого ветренного дня происходит повреждение линий и замыкание на воздушных линиях. Устранение повреждений в зимний период времени очень затруднено из-за сложности подъезда к опорам и к трансформаторным подстанциям. К компанию «Аркос» поступает большое количество жалоб населения за отсутствие внутридворового и внутриквартального освещения. После того, как наладилось уличное освещение, населению захотелось увидеть светлыми свои дворы. Мы считаем, что администрация города надо вести активную работу с управляющими компаниями по этому вопросу. Сети уличного освещения в Амурске очень разветвлены, поэтому уже назрел перевод городских сетей на единый пункт управления с применением автоматизированной системы управления и учета АСУА. Это позволит более оперативно устранять повреждения на линиях, позволит значительно снизить электропотребление за счет четкого и согласованного управления включением и выключением освещения. Сейчас появились светильники нового поколения со значительно улучшенными характеристиками и заметно сниженной ценой. По нашим расчетам, сейчас при установке новых светильников вместо ЖКУ-250 их окупаемость наступит через год. После периода окупаемости каждый светодиодный светильник станет приносить в бюджет города примерно от полторы до двух тысяч рублей. Во время коллегии сказали свое веское слово и представители управляющих компаний. Все стрелки перевели на управляющую организацию, особенно у Солнцева. Мы прямо во всем виноваты. Я сегодня внимательно всех послушала. У нас и слесаря плохие, у нас дома неподготовленные и оценку вы дали неудовлетворительно. А вы это так говорите, я пришла к такому выводу, чтобы оправдать свои недочеты в работе, которых у вас тоже очень много. Всю зиму мы требовали заизолировать трассу Октябрьский 12, где терялась температура на подаче в дом. У вас все причины уважительные. А жильцы, когда не имеют возможности оплатить эти работы или привезти дом в состояние, это неуважительная причина. Мы же работаем на средства жильцов. Сколько они карплаты платят, столько работы производят. Причем не сколько платят, а сколько начисляют. Потому что тариф 100% мы каждый год исполняем. У вас еще лучше слесаря работают. Те же, которые от нас уволились, пришли к вам. Хороший слесарь, он не привык бегать по предприятиям, он работает на одном месте. У нас что, что-то подешевело? Свет, вода, тепло, бензин, металл подешевел. Ничего не подешевело. Или для жилищников где-то особый завод стоит, и дешевые вентиля выпускают, и бесплатно свет горит. Ну, как бы из нерешенных проблем остается изоляция. Ваш конек при подписании паспортов готовности. Ну и при всем при этом тоже объективные причины есть. Когда мы коснулись с производством изоляции, то оказывается не так уж много у нас материалов. И выбирать, в общем-то, выбор небольшой. И причем их нет в достаточном количестве на наших оптовых базах. Мы на этот год запланировали работы в основном по десятиэтажным домам. Там, где у нас капитальный ремонт не отработал. А в заключение выступил директор расчетно-кассового центра, организации, которая берет с населения платежи за коммунальные услуги. Задача поставлена в 2012 году, с начала года. По достижению максимального удобства для населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. Это, значит, созданы дополнительные рабочие места, откорректированный режим работы пунктов предприятий. В общем-то, нами в этом году, в 2012 году, выполнено. Привлечение к сотрудничеству всех организаций, оказывающих коммунальные услуги, привело к ускорению, к увеличению, вернее, объемов поступления денежных средств через кассовые пункты предприятия. В 2012 году выросли объемы поступлений денежных средств по всем видам коммунальных платежей в виде платежей населения. Мы проанализировали способы оплаты людей. Среди изученных способов рассматривались пункты приема платежей, поступление денег через банкоматы и терминалы, банк-клиенты, и также поступление средств через кассу управляющих компаний или взаимозачеты по квартплате. Через пункты приема платежей РКЦ увеличивается объем поступления денежных средств. 2012 год показывает, что все же удобнее прийти в РКЦ и заплатить все платежи сразу. То есть идет снижение поступления платежей через банк-клиент, банк и терминалы. В 2012 году уровень сбора платежей за жилищные услуги составил 89,7%. Наблюдается снижение сейчас в 2013 году. В 2012 год прошел, в общем-то, нормально. Следует отметить, что очень хорошо возросли платежи по участку, который обслуживала раньше перспектива, который сейчас обслуживает Амур-Лифт. Дебиторская задолженность населения по жилищным услугам управляющих компаний на 1 января 2013 года составила 169,7 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом увеличился прирост, составил 27,8 миллионов рублей. В заключении я хочу отметить и поблагодарить все управляющие компании, организации, директоров ресурсоснабжающих организаций за доверие, за хорошую работу, за выгодную работу. Надеюсь, что мы с вами до конца еще долго будем работать и что эта работа будет взаимовыгодной. Спасибо.